на самом деле наш сегодняшний вот сейчас я практически настаиваю чтобы у меня перебивали спрашивали там спорили потому что вот когда дело касается там профессии это еще куда не шло да а когда дело касается личностного какого-то развития даже профессионального у каждого дом может и должен быть только свой рецепт поэтому я могу вам сказать про рассказать что-то про себя вот и вот не могу дать никакой гарантии что-то применимо к вам примеру да потому что у каждого из вас своя жизнь свои обстоятельства и там как бы свои личные отношения своя как было свое окружение и сам свой темперамент свой коннектом в головном мозге и так далее и тому подобное поэтому это про себя а вы уже как бы смотрите можно это брать нельзя попробуйте попробуйте получится не получится потом будете меня благодарить или проклинать одно из двух наша беседа с вами поделись на две части да про развитие профессиональное вы совсем профессионально как как самостоятельно развиваться профессионально и дальше же про то как развиваться уже как как человек который что-то делает не только в научной журналистике только в популяризации науки а первая часть делится еще на две части потому что а мы с вами все-таки в большей степени да здесь мы как люди которые пишут о науке да это это тоже распадается на две части писать и на науку да то есть и как развиваться в том как правильно писать как х лучше писать как писать хорошо и как лучше разбираться в науке начнем с простого с того чего час первом классе с письма я глубоко убежден в том что для того чтобы хорошо и правильно и много и и чисто смысле как быстро писать нужно регулярно писать от руки то что вы сейчас сделаете тетрадках да поэтому опять же прошу прощения что повторяюсь мы об этом говорили когда приезжал сюда в ноябре если кто-то здесь был писать от руки что угодно очень важно дневник письмо все что хочет и хотите излагать свои мысли письменно на бумаге потому что здесь у вас нет возможности там стереть слово снова новое поставить сразу приходится придумывать предложение целиком и желательно писать его очень чисто да вот не черка то есть это очень важная вещь которая помогает я вот приведу дневник и каждый день еще пишу одну пишу одно бумажное письмо живому реальному корреспонденту которого я получаю ответ не каждый день конечно но тем не менее письмо причем письмо такого-то у том что фактически вот такой дневниковый фрагмент на меня это у меня три такая личная история потому что лет пять или шесть назад я прочитал такую книжечку называется степан жихарь записки современника это молодой человек который в начале 20 19 века приехал в петербург откуда-то там из липецка или вот тут из из глубинки по рекомендации своих своих родителей это было 18 лет что ли ли 17 вот такой совсем совсем мелкий потом он вырос в такого крупного российского государственного деятеля там чиновника там чуть ли не министра вот до этого он вот был таким молодым человеком и каждый день писал письмо своему брату куда-то в провинцию и он писал оба о простых вещах там куда ездил с кем разговаривал что ел там что читал но когда ты считаешь 200 лет спустя вот петербург там 1808 года когда молодой человек там с 18 лет никого не знающий петли приходится с улицы заходит к примеру к державину и потом с ним полтора часа обедает вот такие вещи я решил что наше наше время тоже нуждается в таком взгляде со стороны бытовым вы сейчас постараюсь вот писать что еще нужно для того чтобы хорошо писать это хорошо писать нужно хорошо много читать причем почитать разные причем читать не только по своей теме много по наука читать нужно их хорошую литературу художественную что есть хорошая литература вы решать вам конечно я бы посоветовал писать самые разные и самые много жанровая, потому что чем больше вы разных стилей в себя впитаете, чем больше вы через них пройдете, тем больше настроек у вас будет в голове, и чем богаче будет в итоге ваш стиль такого вроде бы сухого повисания, как более-менее научный и научно-популярный текст. То есть поэтому можно читать Пелевина, можно читать поиск временных лет, можно даже в оригинале, если можете. Полезно. Ну, поиск временных лет нет, наверное, а вот какого-нибудь... Палеография какую-нибудь. А? Палеография, что ли? Палеография – это наука, это немножко не об этом, это начертание букв. Палеография. Почитать тоже. Вот почитать, не знаю, какое-нибудь слово о полку Игоря в оригинале или житие Сергия Радонежского. Очень неплохо. Они там очень-очень-очень хороши стилистические. Толстой. Хоть Пелевина. Макс Фрай тоже не возбраняется. Очень хороший тип. А? Все, что угодно. Давайте потом создаем список. В моей библиотеке 5000 томов. К сожалению, читал пока что не все. Ну вот. У меня тоже есть такая цель. С 1947 года издается серия, которая называется «Литературные памятники». Это книги, выходящие в Академию наук, сейчас издательство наука. Со всех, вот, не знаю, вот самое древнее, по-моему, что там было, наверное, Махабхарата. От Махабхараты до в круге первом Солженицына, вот такой вот разбег, да. При этом все тексты точно выделены, научно выверенные переводы, очень качественные, с огромным научным аппаратом, комментариями. Вот это все читать интересно и интересно, и познавательно. И этих томов уже было около 600 томов. Я, к сожалению, собрал не все. Их некоторые тома очень рязькие, очень дорогие. Там до 50 тысяч за книгу доходят сейчас в Бакинисте. Но примерно 500 томов у меня есть. Я их... 5000 томов в каком городе? Здесь, в Москве, ну, в Москве. Ну, ты и в Подмосковье. В Подмосковье, да, у меня, думаю. В Новосковой Буктейн-эквартире. А? Не, книги для меня-то бумажные. При этом я стараюсь читать, действительно, книги всех времен. То есть, вот если говорить про русскую литературу, то есть, современный русский язык начался с 18 века. С Ломановского, Тридеяковского и Херасского. Вот от них и вот до, соответственно, современных писателей. Кого вы любите, кого вы знаете. Современную фантастику тоже можно читать, но есть хорошая, хотя есть и плохая. Ну, в смысле, я говорю исключительно про язык. Есть несколько книг, которые любому человеку, который пишет, прочитать нужно обязательно по многу раз. Две я назову. Опять же, называл в прошлый раз, но уж извините. Это, не поверьте, Корней Иванович Чуковский, «Живой, как жизнь» называется книжица. В которой, в том числе, Корней Иванович очень сильно выступает против того, чем сейчас грешат все наши ученые, против канцеляризма. Канцеляризма в русском языке. Вот он против этого очень выступает, и там очень хорошая книжка по этому поводу в том числе. Хотя, кстати, надо сказать, что Чуковский – это не детский писатель, как многие многие подумают. Его такое развлечение было. И слава у него была, как детского писателя, он, помимо всего прочего, имел степень Оксфордского, почетного доктора Оксфорда за исследование творчества Некрасова. А до этого он был одним из крупнейших литературных критиков России, еще до реликционной России. Вот это первая. А вторая книжка – это книга Норы Галь. Норы Галь, которая называется «Слово живое и мертвое». Норы Галь – известный переводчик. Есть еще одна книга, которую я не осмелюсь вам рекомендовать в обязательное прочтение. Но кому интересно, стоит почитать для тех, кто много пишет переводных вещей. Ну, а вам, поскольку вы все будете писать про науки, вы все равно будете переводить. Это Умберто Эко «Сказать почти что то же самое», как, кажется, та книжка называется. Книга про переводы, про мастерство переводчика. Она очень сложная, правда, очень сложная, очень много языка и требует большого бэкграунда культурного и лингвистического. Но, тем не менее, она очень классная. Еще, чего я хотел бы вам посоветовать почитать, это почитать труды наших крупных историков и философов. Я имею в виду, к примеру, был такой Виктор Топоров, у него совершенно замечательный двухтомник «Святые Древней Руси». Он тем хорош, тем, что любой человек, который его читает, чувствует себя полным болваном. Абсолютно совсем просто. Человек, он читает, пишет интереснейшие вещи о происхождении святости на Руси, о конкретных святых, их исторических корнях, таких всех. Но человеку совершенно не впадло взять и в научный текст вставить цитату на две страницы древнегреческого, без перевода. Ну, для него это нормально, все же знают древнегреческий, господи. Если бы это был, не знаю, какой-нибудь арамейский, ну, еще может быть. А там английский, французский, старо-французский, древнегреческий, это вообще ни о чем. Я люблю такие вещи читать, когда ты понимаешь, что ты вообще никто абсолютно. Очень ставит на место. Google Translate. А, вот сначала наберите это на древнегреческом, на компьютере, а потом в Google Translate. В электронном виде этой книжки нет. Это очень хорошо. А в Google Translate нет транспорта, в древнегреческом. Еще раз, книга напечатанная. Напечатанная книжка, напечатанная. В электронном виде ее нет. А так, может быть, и есть. Это, что касательно языка. Ну, безусловно, еще одна вещь, которая очень важна для мастерства и для ремесла. Все тексты, которые вы читаете, давайте прочесть другому человеку, чем желательно более опытному, чем вы. Можно мне. Я не обещаю, что я сразу отвечу, но обязательно я выберу время на какую-нибудь ночь, чтобы посмотреть. Потому что ни один человек несовершенен настолько, чтобы не отдавать тексты редактору. Даже у нас на портале, когда вот, у нас два профессионала на портале, на нейротехнологиях. И остальные, как бы, люди, которые, у остальных авторов. То есть у нас есть два редактора. Я главный редактор, выпускающий редактор ранее, хорошее. Все остальные авторы обязательно проходят текст. Автор, потом выпускающий редактор, а потом, когда я публикую, я публикую, я еще просматриваю сам. Но с моей тексты, я пишу больше всех, все равно проходит выпускающий редактор. Потому что, при том, что я пишу больше, я опытнее, все равно я делаю ошибки. Ошибки, там, какие-то, не замечая повторы слов, ну, такие вот вещи. Вот. Что еще нужно знать человеку, который занимается научной журналистикой и пишет? Нужно знать английский язык. Вчера об этом говорил Аркадий, что он хотя бы upper intermediate стоит иметь. Причем, конечно, начинаете вы с письменного, но разговорный он все больше и больше нужен. Потому что, когда вы начнете работать, вам придется приезжать на конференции, на которых рабочий язык английский, и доклады вы будете слушать на английском языке. Интервью брать на английском языке. Ну, то есть, вот такие вещи, как бы, нужно отрабатывать и этим заниматься. Но это, как бы, без вариантов. Еще из других языков я бы посоветовал испанский. Ну, и французский, наверное. Возможно, если тема, которой вы занимаетесь, в ней работает много французских ученых, потому что эти сволочи не любят английский язык. Вот слово совсем. Есть прекрасный пример. Все знают, что такое микроволновое космическое излучение, вот реликтовое излучение, да? Не так давно его законе завершило исследование. Самый крупный спутник, который называется Планк. На Планке стояли два инструмента. Низкочастотный спектрометр и высокочастотный спектрометр. Высокочастотный спектрометр – это самый такой крутой прибор, который должен был найти эти самые, не запоминайте этого слова, B-моду поляризации реликтового излучения. Не важно, что это такое, но если бы ее нашли, были бы открыты реликтовые гравитационные волны, и была бы подтверждена теория инфляции, в результате чего Андрея Линда, Алексей Старобинский и Алан Гуд получили бы Нобелевскую премию. Они ее получили, но потом, не открыли. Но вот все результаты этого самого вывешивались на сайте этого самого прибора, сайт hfe.fr. Вот там все только по-французски. Никакого английского варианта нет. Типа, что эти американцы понимают вообще в астрофизике? Поэтому французский тоже полезен. Ну и опять же, чем больше, есть старая поговорка, чем больше языков вы знаете, тем больше раз вы человек. Поэтому я считаю, что человеку образованному стоит 5-6 языков знать. Поэтому я человек не образован, я знаю 4. В смысле? Ну, русский, английский, украинский в совершенстве, древнерусский, ну там, испанский, французский чуть-чуть, это не считается, что я знаю. И это мне очень печалит. Тем более, что я вообще не понимаю по-китайски. Китайский скоро всем придется учить. Вот тут без вариантов тоже. Наука через 10 лет будет очень много выходить чисто на китайский, мне придется разбираться. Вот. Это про писание, и про английский, и про говорение. Важно, так же важно, время от времени попадать на... Это потом, это про науку. Сейчас подумаю, что еще можно про тексты сказать. Ну вот, про писание я говорил. Желательно, конечно, иметь, ну, как-то писать какие-то тексты публичные постоянно. То есть, не только личные тексты, ну, хотя бы блог, да, вот про блог. Ну, какой-нибудь постер в день можно же сделать, наверное. Это несложно. Хотя бы абзац. Свой, собственный. Тоже просто привычка к труду, привычка к чтению. Опять же, что важно, я уже забыл сказать, когда вы читаете, вот очень хорошо, когда вы можете... Я понимаю, что это смешно и очень сложно, но в день выделите хотя бы 45 минут себе, когда вы выключите музыку, останетесь один на один с собой, вы достанете книжку или там тетрадку, и будете читать или писать. 45 минут в день. Ну, вот я бы считал это частью работы. Работать над собой в данном случае. Я очень стараюсь так делать каждый день. Далеко не всегда получается. Но мне, с другой стороны, мне хорошо, потому что я живу не в Москве, а в Подмосковье. И если я куда-то еду, у меня есть там 55 минут электрички или час в автобусе, туда и час в автобусе обратно. И я могу позаниматься этим. Теперь про науку. А потом в целом еще про профессию поговорим. Чтобы разбираться, что лучше сделать, чтобы быть хорошим научным журналистом с точки зрения уже разбирания в науке и опыта научного. Первое. Безусловно, нужно читать весь научпоп, который выходит в нашей стране. По-русски. Если читать много книг, это хорошо. Но все книги, которые выходят, если вы уже профессионал, я считаю своей обязанностью читать все книги по ночной популярности, которые у нас выходят. Делай, что хочешь, это твоя профессия, это твоя работа. Если ты занимаешься Древней Русью, ты обязан читать всю литературу, которая выходит по этой теме. Чтобы быть в курсе просто. Если ты занимаешься научно-популярной деятельностью, то уж извини, читай и заходи на все основные сайты. Про сайты мы поговорим завтра. Целая тема наук в СМИ. Про это будет. А вот книжки, журналы, не знаю, обязательно Каташ Рёдингер на популярную механику и какой-нибудь «Вокруг света» читать обязательно. Не потому что, как бы вот... А ровно потому что, чтобы быть в курсе, что про что пишут, как пишут. И опять же, вы читаете произведения коллег, которые делают вас лучше. Это раз. Второе, что нужно. Нужно ездить на конференции. Обязательно. Ну, ходить, ездить, в зависимости от того, что вы можете. То есть, если у вас есть какая-то область, про которую вы пишете, все крупнейшие события в ней желательно посещать. Конечно, я понимаю, что если вы пишете о нейронуках, ну, я на себя сейчас перевожу, да, если вы пишете про нейронуки, там, в каком-нибудь Казани, а крупнейший европейский конгресс пройдет в Лиссабоне, то вы, наверное, туда поехать не сможете, да? Ну, денег дорого это стоит. С одной стороны. С другой стороны, если вы можете себе позволить это, ну, как бы, можете выдалить столько денег из своего бюджета, я бы поехал. Потому что крупный конгресс – это вещи, где связываются личные связи с учеными, где вы погружаетесь в языковую среду, где вы погружаетесь в тему. И вот на крупных конгрессах бывать нужно. Тем более они регулярно бывают в России. Вот в 2013 году был ФЭБС в Санкт-Петербурге. Хочешь, не хочешь, а поезжай. Вот когда в 2014 году был археологический съезд в Казани, я тогда работал в МФТИ, я не работал в СМИ, которые постоянно пишут про это. Но я сел на самолет, приехал в Казань, потому что я про археологию пишу много, и крупнейший форум, который проходит по археологии в России, раз в три года, посетить просто обязательно. При этом мне было стыдно за всех своих коллег, потому что я стал единственным ночным журналистом, который приехал на этот семидневный форум. Никого больше не было. только триста пьяных археологов. Вам смешно, а утром в зал за лекцией входить было страшно. Особенно андичники. Это, конечно, шутки. Что еще нужно? Разумеется, нужно читать постоянно то, что выходит в мировой науке. Повторяюсь некоторые вещи. Сейчас мы откроем почту мою. Секундочку. И посмотрим, что у меня сегодня в почте от ведущих мировых журналов. Письма от Европейского космического агентства от НАСА. Нейча присылает анонсы. Плос Ван. Научный отдел Лос-Анджелес Тайм. МАЙТИ. И Зе Универс. Это то, что сегодня пришло. В среднем в день переходит 25-30 писем от рассылок, анонсов или дайджестов того, что выходит в крупнейших научных журналах. Или в НАСА, в Европейском космическом агентстве, в Южно-Еверситетской обсерватории и так далее. Это все тоже подписано на те темы, которые меня интересуют. Просто я просто проглядываю заголовки. Потому что поток научной информации настолько велик, что нужно придумывать что-то, чтобы с ним справляться, чтобы не пропустить важные события и чтобы быть просто в курсе, что это было. Вы можете про это не писать. Но хотя бы понять, что было такое событие, важно. Для этого, по счастью, Господь Бог создал соцсети сейчас. А все крупные агентства создали свои аккаунты в соцсетях. И все, что выходит сейчас очень важное, оно все попадает в Facebook. И там можно настроить уведомления. Читая, я прочитаю, я с меня в Facebook и будет 50 уведомлений от всяких научно-популярных и научных журналов. Особенно ночи происходит, потому что у американцев ночь же как бы рабочие, они как мыши, у них ночной образ жизни по нашему времени. Поэтому быть в курсе это самое важное сейчас. То есть, если вы занимаетесь какой-то темой, составьте себе список мероприятий, которые будут. Составьте список памятных дней, каких-то вещей, которые, если вы там работаете в СМИ, вам придется это освещать. Или в блоге. Вот сегодня международный день сна. Как про это написать? Например, ты занимаешься нейронауками. Всемирный день сна. Ну, можно так перевести. World Today. Так переводится, называется. Мы уже понимаем, какие у нас конференции будут по нейронуукам. Ну, там примерно понимаем, можем туда поехать, не можем. Если не можем, мы смотрим, кто из ученых туда поедет, кого попросить что-то написать про это. или там, ну, по крайней мере, следить за ландайм-трансляцией, или чем-то еще. Вот такие вот вещи обязательны к исполнению. Опять же, очень хорошо, если вы уже более-менее знаете тех ученых, которые работают в вашей области, в интересной вам области. И тут нужно, конечно, следить за их активностью в соцсетях, потому что они тоже очень много чего пишут. Причем, по этой активности можно понять, что произойдет в ближайшем будущем. про открытый гравитационных волн. Ну, то есть, народ уже понял примерно, что случится. Причем, хотя со всех было снято обет молчанин, но мы поняли, что таки да, скорее всего откроют дней за пять до этой пресс-конференции. То есть, да, все, хорошо, есть, открыли. Так же с базовым Хикса было. Мы понимали, что все хорошо. И тут вопрос, как справляться со всем этим потоком информации, потому что он действительно огромен. Вот тут у меня рецептов, к сожалению, нет. Каждый справляется как может. Тренируйте многозадачность свою собственную. Как ее тренировать, фиг ее знают. Учитесь делать сразу много дел. Причем, без потери качества. Я понимаю, что неизвестно, как это делать, но нужно. Иначе в нашем мире не прожить. Лучше быть не Windows, лучше быть какими-нибудь, не знаю, макосью. В этом смысле, потому что она не виснет. Висеть ни в коем случае нельзя, потому что вот сейчас я сейчас себя сам ощущаю в том положении, которое когда-то давно писал прекрасный английский математик Льюис Кэрролл, когда, чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать еще в два раза быстрее. Чего делать? Может, это временное не пейс? Может, это временное не пейс? Нет. Когда интернет? А потом все... Ну, это временное явление, оно как раз, оно может быть вечным на протяжении нашей жизни. Может так и быть. То есть мы же живем очень короткую жизнь на самом деле, творческую. Ну, там сколько? Ну, 80 лет максимум. Мы можем что-то делать пока что. Нет, интернет же недавно у нас. Ну, вот у нас... Вся информация вышла в интернете. В мире вообще 7 миллиардов человек. Сколько из них процентов, сколько пишешь? Очень много. Я могу сказать, в день, только по теме нейронаук, в день появляются около 70 материалов. Они меня автоматически пишут, что же люди пишут. Да. Ежедневно по нейронаукам выходит около 70 материалов. Ну, а ты напишешь, потом нечем писать. Здрасте. Сейчас. Так происходит, Повторяются? Нет, не повторяются. Ну, давайте просто посчитаем, тупо, да? В мире существует что-то около... Да, около 5 тысяч научных групп, которые занимаются, побольше будет, наверное, тысяч 15 групп, которые занимаются нейронауками. Каждая группа дает по 4, по 5, по 6 статей в год. 15 тысяч множеств на 6, 90 тысяч статей в год. Делим на 365. Вот и все. Ну, то есть, одни... Ну, тысячи разделить надо. 2 тысячи следить. Ну, получаю, вот и получается как раз порядка 100 статей в день. Потому что, ну, одних журналов очень много же получается. То есть, только вот у меня в обзоре по, наверное, наукам 25 журналов. Каждый из них там выходит от раза в неделю до раз в месяц. Это сложно, но приходится этому учиться. И вот тут как раз, тут вот вопрос, вопрос уже как раз о том, как стать человеком, не знаю, новой формации. Терпеть не могут все, которые... Фразу личностный рост, за фразу личностный рост хочется расстреливать. Потому что, как это, есть огромное количество тренингов, мастер-классов, школ личностного роста. И во всем из них, как правило, полная фигня. Человек уйдет на ту школу, ничего не получает, тратит денег и возвращается к своему дивану. Ну, как правило. Поэтому здесь можно дать несколько коротких советов, то есть, чего нужно иметь обязательно, я считаю, каждому человеку, да? Давайте попробуем. я говорю про свой опыт, Вот здесь только мой опыт, я могу быть тысячу раз неправ. Первое. Для того, чтобы человек справлялся со своей жизнью современной, ему нужна музыка. причем желательно не только слушать, но и уметь что-то изображать. Недаром в некоторых индийских террористах считается, что человек, достигший, но даже не нерваны, а там уровня хотя бы какого-нибудь, не знаю, архата, должен владеть как минимум тремя музыкальными инструментами. Ну, плюс ко всему, как ни странно, игра на музыкальных инструментах, ну, если это не барабан, ну, в смысле, вот такой барабан, а ударная установка окей. Она реально развивает мозг. Правда. А, я понимаю, что про басистов и про тех, кто играет на альте рассказывают много хороших анекдотов, тогда все неправда. Самые милые, скромные, обаятельные и очень талантливые люди – это басисты. У меня есть несколько знакомых басистов, виртуозов просто. Вот. А Саша Титов так это вообще потрясающий басист. Мой хороший друг. Вот. Поэтому музыка. У каждого человека, который занимается нашей профессией, должно быть хобби. Ему нужно та вещь, за которой он просто отпускает свой мозг в свободное плавание. Когда он не думает ни о чем, на самом деле в это время мы очень много думаем, мы очень много открыли, совершаем во время так называемого свободного блуждания мыслей. Это правда, уже экспериментально доказано, что это одна из самых творческих вещей. То есть, когда вы там, не знаю, клеите модельки самолетов, как я, не знаю, вышиваете крестиком, рисуете там, гуашью или акварелью, набиваете татуировки, есть такие любители, мастера, ну, все что угодно. Ездите верхом, про верхом сейчас отдельно скажу, хобби быть должно. Если у вас нет хобби, это просто может говорить о том, что вы не любопытный человек, не увлекающийся. Это вот нужно менять. Какие хобби меняются? Хорчи бог! Меняйте хобби хоть каждый день. Это не принципиально. Важно, что оно делает с головой. К чтению нет. К чтению это важная работа. Пожалуйста. Я это делаю регулярно, каждую осень. Обязательная вещь, вот тут я даже настаиваю, и тут можно, вот тут даже с пуговом заражения не принимаю. Обязательная вещь это физическая нагрузка. Физическая активность, делайте, что хотите, чтобы она у вас была, хотя бы в рамках, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. То есть, это либо 45 минут какой-то кардиоактивности, ну не важно, вы там в тренажерном зале пашете, где там, на беговой дорожке или на тренажерах, или 100 отжиманий в день, как советует мой друг Олег Токтаров, чемпион мира, по миксерам, мертвелард, ну я без правил, условно скажем, или вы просто ходите не меньше 10 тысяч шагов в день. Но просто иначе вы просто этого режима не выдержите и очень быстро сломаетесь, потому что у нас образ жизни сидячий. Ну если мы не на конференции, мы сидим, мы работаем за компьютером, это, к сожалению, вредно. И поэтому нужно как-то вот в этом смысле поищить статьи, как правильно делать зарядку в офисе, как набрать нужное количество физической активности в офисе. Я проверял, я специально все примерял. Мне говорят, да нет, я там по дому много хожу, мне хватает. Я специально купил шагомер и проверял все разные виды активности. Если я сижу дома, просто сижу дома и ничего не делаю, хожу каждые полчаса за чаем на кухне, у меня квартира большая, в 100 метров, но все равно 3,5 тысячи шагов и все. Поэтому для того, чтобы набрать нужное количество, нужно выходить из дома, нужно ходить по лестнице, если у вас 12 этаж, прекрасно, можно без лифта. Туда-обратно уже, о, супер. А лучше 17-й, лучше бегом наверх. Вот. Опять же, если у вас, вот мой личный опыт, когда нужно написать книгу, когда вам нужно написать, не знаю, по 40 тысяч знаков в день, это по 35 страниц в день примерно нужно написать, то лучше всего, экономнее всего получится, как ни странно, уехать куда-то, ну, раньше было Египет или Турция, то есть какие-нибудь три звезды или пять звезд, неважно, главное, чтобы была еда, все включено, и был бассейн. И режим, такой режим работы потрясающий, то есть ты в 7 утра встаешь, завтракаешь, два часа работаешь, пишешь, а потом переходишь к режиму 45 минут. Ты пишешь, 15 минут плаваешь, 45 минут пишешь, 15 минут плаваешь. И ты так можешь спокойно работать целую неделю до примерно 10 часов в день, свободно просто, вообще как бы не напрягаясь. Очень хороший способ много работать. Если вы можете сделать это дома, если у вас есть дом-бассейн, ну, или его заменитель, не важно, беговая дорожка, велотренажер или турник. Волк. Что еще нужно для, ну, на мой взгляд, для саморазвития? Нужно путешествовать, нужно много ездить. Вещь совершенно обязательная, потому что всегда нужно посмотреть на себя со стороны и на других людей со стороны. Причем, конечно, хорошо бы в другие страны тоже это делать, но Россия, по счастью, большая сойдет. Во-первых, вы научитесь, да, причем путешествовать желательно, когда у вас очень большая загрузка по работе. Тогда вы научитесь работать в любом положении, в самолете, в зале ожидания с аэропорта, в маршрутке, ну, где угодно. У вас просто не останется выбора другого. А во-вторых, еще сможете совместить с получением там разных, разного опыта, как другой язык, опыт фотофильма, фотографий, опыт там, даже в расчете денег, тоже важно иногда бывает. Это все такие вещи, которые упорядочивают, структурируют и перее конфигурируют наш мозг. А наш инструмент рабочий мозг, к сожалению, другого у нас нет. Вот путешествие, поэтому, я вообще считаю, что для в сторонник, в этом смысле, британской аристократической системы образования, когда человек считается, чтобы он получил образование только после кругосветного путешествия. Но, к сожалению, это очень дорого, но, поэтому я сейчас себя считаю человеком необразованным, кругосветкой еще не сделал. И вообще бы очень мало было за границей, если не считать Чили. Ну, пожалуй, все. Но Чили и Советский Союз, ну, и Турция и Египет не считаются. Это наши дополнительные республики. Вот. Это я вот советую. Что бы еще вам посоветовать такого? Очень важное умение для любого человека в наше время я очень часто себя корю за то, что мне его не хватает, не успевая вовремя воспользоваться собственным советом, это остановиться на полчаса хотя бы, сделать вдох, иначе не подумать, а потом подумать и ответить на самый главный вопрос. Раньше в России было два вопроса, кто виноват и что делать. сейчас есть третий вопрос, который нужно себе задавать. Это вопрос и что? Вот. Я его себе, к сожалению, не так часто задаю, а следовало бы чаще задавать. Что ты делаешь? Зачем ты делаешь? Ну, вот вчера Аркадий говорил о том, что зачем нам наука, Ну, я могу немножко поспорить, это на самом деле те вопросы, на которые отвечает три вопроса, на которые отвечает философия, да? Кто мы? Кто я? На что я могу надеяться и куда я иду? Вот три вопроса, пока на них ты сам себе не ответишь, ты вообще никто. Это вот основные вопросы философии, что бы там ни говорили наши преподаватели по философии. Их слушать не нужно, они философию не знают. Философию вообще знать нельзя, если уж как наука пошло. И вот если задавать себе этот вопрос и выполнять все остальные то, что я советую, я считаю, что я когда-нибудь приду к тому, что я действительно чего-то достигну. Пока я не считаю, что я чего-то еще особо достиг, потому что все какие-то внешние признаки, они ни о чем не говорят, призы, премии, результаты. Мне сейчас, конечно, с одной стороны, уже не стыдно умирать, ну, не стыдно, да, то есть если там что-то есть и спросят ну и то, наверное, я найду, что ответить. То есть там количество жизнеспасенных благодаря тому, что мы делали и люди и все остальное уже есть, но хотелось бы, конечно, большего. Вот мой ответ на вопрос, что нужно делать и как развиваться. Если у вас есть вопросы или замечания или возражения, я их с удовольствием выслушаю, отвечу, продискутирую, может, соглашусь с вами. Задавайте. Есть вопросы? Пожелания, дополнения, критика? А чем плохие электронные книги? А? Чем плохие электронные книги? Да ничем они не плохие. Почему тогда не поверили? Я говорю, для меня. То есть для меня важен процесс прилистывания книг. Я человек старой традиции. Я собираю книги, я библиофил. у меня есть большое собрание книг по истории медицины, научно-популярных книг прошлого века и позапрошлого века. Я так привыкший. А так, ради бога, электронные книги очень удобные вещи, я им пользуюсь на самом деле. То есть когда куда-то еду, у меня там всегда в компьютере куча книжек, и журналами я пользуюсь, электронными книжками. Сейчас вот как раз подшивка за все время, за 18 лет. Сейчас я читаю History of Neuroscience с 92-го года. Там есть что читать. Так что на мой вкус ничем они не плохи, но у бумажных книг есть какое-то лишнее преимущество от тактильных приказов. То есть ты получаешь просто от общения с ними больше кайф. Только и все. Почему необходимо назвать испанский язык? Не необходимо, я советую его знать. Он простой, а во-вторых, он все-таки второй по распространенности в мире. И часть испанской науки и испанской культуры только на испанском языке. Не испанский, вся Латинская Америка, кроме Бразилии в Испании. Испания сама по себе ответственна. Реально просто на нем говорит больше всех, не считая китайцев. По счастью, в Индии говорят на 70 языках, поэтому там... Такое впечатление создалось, что вы такой золотой человек. Так много дел надо сделать с той делом. Ну, дофига, да, нужно сделать. Хотелось бы еще больше сделать. Кажется, что нужно создать что-то новое, как бы тут как бы надо вкладом роботе, допустим, собрать все ваши дела. И, ну, как бы, как бы обработает это, и вас, одна карточка, и все, что у вас вы рассказали с той дел, все в одном. не знаю. Ну, по крайней мере, я... Тут же, на самом деле, тут история такая, то есть, я могу ответить на ваш вопрос в замечательной притче про вашего любимого Льва Толстого на исходе жизни, и будучи тогда молодым-молодым художником Николаем Рерихом, которого привезли познакомить с мэтром, а после его дипломной работы, курсовая работа, которой он говорит, гонец восстал рот на рот. Там такой мужичок плывет в лодочке, и Толстой посмотрел на работу, пусть ваш гонец всегда правит выше той цели, куда он плывет, потому что течение все равно снесет. Всегда нужно планировать больше делать, чем ты можешь сделать. Потому что все равно какую-то часть ты все равно не успеешь. Запланируешь два дела, успеешь одно. Запланируешь десять, успеешь семь. К сожалению, компьютер за нас писать не сможет. Никогда. Хорошо. Он сможет под нас подбирать новости, не вопрос. Он сможет семантически. Посмотрим. У меня есть планирование встреч, дел, которые требуют перемещения моей тушки оттуда туда. Конечно, я планирую день. Я прекрасно понимаю, у меня есть определенные вещи, которые надо сделать обязательно в нужное время. Поскольку на мне ответственны за публикации, например, на портале, я знаю, условно говоря, я должен понять, что у меня есть на сегодняшний день, успели ли ребят написать что-то, что будет публиковаться. Если не успели, нужно написать самому. То есть, я планирую, то есть, у меня есть список дел. Ну, чтобы надавать. Письменный, да, или электронный? Письменный. Я электронный, к сожалению, забываю вести, поэтому мне проще. Вот у меня мой ежедневник. Вот план на 7-8 февраля на выходные. А дальше я просто выбираю то, что мне важнее в данном случае. Беру, делаю, ввожу кружочком. Все, что не успел вести, переношу на следующий день или там, куда еще дальше. А какие-то техники тайм-менеджмента будут? Не владеют тайм-менеджментом и слова совсем. Я жуткий прокрастинатор, но в этом смысле я научился с прокрастинацией бороться с следующим образом. Когда мне хочется потупить, да, я беру в руки гитару. Я много занимаюсь гитарой, я много играю на гитаре. Достаточно хорошо сейчас уже играю на гитаре. Поэтому я просто беру гитару, беру какую-то там очередную вещь, которую я разбираю и начинаю разбирать. Потому что это как раз становится, конечно, можно назвать тем, что это плюс. С другой стороны, руки делают какую-то работу, запоминают какие-то вещи, потом это преградается дальше. И еще я в этом смысле, наверное, как тот самый Шерлок Холмс, мне под гитару хорошо думается. Другое дело, что очень жалко окружающих в этот момент, потому что я играю не всегда благозвучные вещи, то же самое как с Холмсом. Ну, так. К сожалению, техниками менеджмента я не владею, и в них не верю. А то, во что я не верю, я не умею этим пользоваться. по Узбекистану, да. Но там не было. А, не был, был, конечно. Я сказал, весь Советский Союз. По Узбекистану я путешествовал полтора месяца, и объехал его весь. Нет, путеводитель писать по тому, чего где-то не был, можно, можно, но это путеводитель по каким-то древним вещам, по древнему Херсонесу, там, XIV века. Наверное, я могу написать путеводитель или по древнему Новгороду. Я его прекрасно знаю, там, на уровне XIV века. Великие имеют. Скажи, что есть восьмое рабочее, что вы хотите так делать? Проще мне, ну, можно на e-mail, давайте напишу вам e-mail, но можно мне просто прислать документом ВКонтакте или Фейсбуке, но, окей, он весьма прост, А вообще журналистов, которые вот общие, из общих СМИ, из регулярных СМИ, там, из известей из московского комсомольца, когда меня, когда спрашивали, просили меня e-mail, я говорил, если вы журналист, вы его найдете в течение двух минут. Не находили, если, ну, и, значит, профнепригоден. Я рассказывал, я же не рассказывал, есть же прекрасный тест профпригодности к научной журналистике. мы, к сожалению, сейчас не можем его пройти здесь, потому что у нас здесь нет у каждого компьютера с интернетом, но он простой, он простой, как пять копеек. Если кто-нибудь захочет, мы сможем пройти его в индивидуальном порядке, но только потом, как под честное слово, да, потому что он требует честности определенной. Берется, все очень просто. Я беру из головы 25 вопросов о науке. Там, я не знаю, сколько хромосом у человека, что было раньше, мезозойская эра или пермский период, там, у чего есть горизонт событий. Ну, такие вот совсем простые вопросы о науке. Они простые для меня, я понимаю. Если мне такие простые вопросы зададут мои же коллеги, я на них, скорее всего, не отвечу, потому что я не могу все знать, да. Приходит человек на собеседование, говорит, вот я хочу быть научным журналистом. Я говорю, окей, вот тебе 25 вопросов с листочек бумажки. Садись, пиши, полчаса времени тебе. Человек садится, попадает в жуткий ступор, потому что он нифига не знает. Ну, пишет какие-то ответы, через полчаса приходит, приносит там три-четыре ответа, понимает, что он все провалился. Я говорю, о, замечательно, четыре ответа, это вообще супер. Говорю, у тебя вот первый правильный и четвертый правильный. Вот, не полнуйся. А теперь все то же самое с интернетом. Еще полчаса. Вот, если через еще полчаса человек не приносил двадцать четыре правильных ответа, один я даю шанс на глюк, на спешку или на волнение, вот тогда он профнепригоден. Интересно, что тогда, когда тут все было, это был 2008 год, 2009 год, ни один выпускник журфака МГУ тест не прошел, на который приходили. Что с ними там делают на журфаке, я не знаю. А эти изначально все правильно были. Так не было ни разу пока что. Хотите рискнуть? Нет. Можем сейчас провести эксперимент публичный. Пожалуйста. Если ответить на 25, я вам просто обещаю найти вам работу в Москве. Перед всеми публичный обещаю. Я, правда, не знаю, какие вопросы ордятся в моей голове. Ладно, это все баловство и шутовство. Еще вопросы. Скажите, еще есть время на вопрос. Каким вы не считаете, что достигли ничего, зачем, могли бы обоснащивать свою жизнь? Нет, этого как раз я достигну. Мне уже, в принципе, не стыдно, но хотелось бы делать гораздо больше. А что это такое? Что было бы? Что это было бы? Как это было бы? А теперь вы достигли гораздо больше? Ну, такого ощущения не будет здесь никогда, что я достиг и все, уже можно сесть на диване, поплевывать в потолок и ничего не делать. Мне бы, во-первых, хотелось, чтобы наукой в стране интересовалась гораздо больше людей. Мне бы хотелось, чтобы в каждом российском крупном ВУЗе была вменяемая пресс-служба и научной коммуникации от ученых в мир, ну, в смысле, в общество были нормальные и выстроены, как во всем мире. И это не только в российской СМИ, а в международной СМИ. Мне бы хотелось написать еще штук 80 книг. Ну, тема у меня есть, по крайней мере, для 80 книг. Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше, чем 2-3 ученика, которые есть сейчас, таких настоящих, в восточном смысле учеников, за которых ты отвечаешь полностью и безоговорочно за их всю дальнейшую жизнь. Чтобы они были, все остальные, были такими успешными, так же хорошо пошли по тропе жизни и по науке, как те, которые идут сейчас. Мне бы хотелось сделать еще несколько важных ресурсов для того, чтобы жизнь в нашей стране, ну, вообще, в русскоязычных, в тех, кто владеет русским языком, потому что я все-таки пишу по-русски, была бы лучше. Например, очень хочется сделать, мы сейчас уже на очередь работаем над этим, сделать вменяемый, неангажированный ресурс про прививки, про вакцинацию, чтобы там была правда, ничего кроме правды, неангажировано ни Министерством здравоохранения, ни фармкомпаниями, ни антипрививочниками, ни кем. Правда только основана на науке. Мне бы хотелось самому выйти на уровень международной научной журналистики и писать по-английски. И быть признанным там. это как бы такое. Это уже чеславие на самом деле, это не так важно по-хорошему. Ну, вот такой примерно план на ближайшие 10 лет. Как вы приходите соблюдать баланс между семьей и работой и сколько часов спите? Вот сейчас злой вопрос был. Сколько часов спите? Ну, на самом деле, я стараюсь спать не меньше 7 часов в день. Потому что если... Ну, это уже кому-то нет. Вот тут кому как. Кому всем нравится, кому вставать. Человек должен спать не меньше 7 часов. И мой опыт показывает, что если ты там не успеваешь, если ты спишь 5 часов, ты успеваешь гораздо меньше, чем успишь 7. Потому что твоя работоспособность уменьшает гораздо сильнее. То есть лучше поспать и потом встать и что-то сделать. Это во-первых. Что касается семьи, ну, у нас, получается, семья научных журналистов в этом смысле. У меня жена, она тоже пишет и работает в этой области. Поэтому проще. Я, безусловно, стараюсь всегда, когда я дома, как можно больше внимания уделять дочке. Ей сейчас 5 лет, и она показывает все качества будущего гениального ребенка, как и все дети в этом возрасте. Я стараюсь просто это не испортить и давать ей возможность больше и больше узнавать. Она очень любит книжки, она знает больше динозавров, чем знаю я. И в этом смысле прекрасно читает бегло, пишет письма. И в этом смысле я пока доволен. Я надеюсь, что сейчас я 5, где-то через год я буду ее брать с собой уже. Потому что детям нужно ездить, чтобы развиваться. нет, она не ходит в садик, у нас садика вменяемого нет, и туалет через полтора года. Она не успеет туда пойти. Вопрос про школу, предвкушая вопрос про школу, я не знаю, что с этим делать, потому что в школу она, конечно, пойдет. Ей там будет совершенно ничего делать, но, опять же, я это проходил на своем пути. Ну, в крайнем случае, придется пару раз ходить в школу и поговорить с учителями. Я думаю, не вижу в этом большой проблемы. Хороший вопрос, но тут такая вещь. Когда ты, ну, во-первых, у меня есть валидные источники, которым я доверяю, откуда я беру информацию в первую очередь. Эти источники покрывают почти всю необходимость, ну, нужду в информации. Во-вторых, я уже научился достаточно быстро информации. То есть, если я встречаю где-то что-то, что меня интересует, сам факт, неважно откуда, я знаю, как это очень быстро проверить. Потому что, если мы говорим про науку, если там, мне кто-то скажет, британские ученые, или просто ученые нашли там что-то, что-то, без каких-то фамилий, имен, указаний вузов и все остальное, это вообще ни о чем. В хорошем, нормальном издании всегда есть указания на источниках, указания на статью в журнале, указания на авторов исследований, хотя бы на университет. Если есть ссылка на университет, я пойду на сайт университета, я там это все найду. Поэтому вот так. Ну, плюс ко всем, если говорить про русский, про рунет, то, опять же, если вы там побольше поработаете в этой области, вы уже просто с первых строчек стиля самого изложения будете понимать, что имеет смысл читать дальше или не имеет. и тем и другим. Мне пофиг. Какая разница, чем польза? В любую? Нет, ну, а вы останете? Самую первую, самую главную. Хороший вопрос. Если бы, вот так вы сказали, куда бы ты хотел поехать завтра, да? Да. Ну, завтра я, наверное, в Прагу бы смотался. Ну, почему нет? У меня пока что, пока что у меня вот исполнила мечта. Я побывал в Чили, вот в Южной Европейской обсерватории. Это вот вершина, да? Есть куча других мест, в которых мне хочется побывать. В Праге смотришь, если ты так отдохнуть, посмотреть, как турист? Ну, я неправильный турист везде. Я не езжу нигде с турами. Я всегда интересуюсь всем. И всегда, и всегда найду себе еще найду себе еще работу. В Праге, в принципе, есть, опять же, несколько неплохих ученых, с которыми я найду, и о чем поговорить. Для вас в интернете самый лучший сайт находит? Почему должен быть один? Ну, один, один. Ну, конечно, это портал, наверное, нейротехнологии РФ, главным редактором которого я являюсь. Он как ребенок. Это мой ребенок, и, естественно, он для меня сейчас самый лучший. Нейротехнологии? А? Нейротехнологии? Нейротехнологии. Нейротехнологии РФ. Он, да, сейчас для меня самый лучший, конечно. А про то, какие сайты хорошие, мы поговорим завтра. Это все будет. Не волнуйтесь. А что есть? А? Про конный спорт. Конный спорт – это прекрасный… Я просто говорил, я хотел про спорт, но, в принципе, это один из тех немногих видов спорта, которые позволяют за короткое время, ну, в смысле, за то время, которое небольшое, которым вы занимаетесь, в смысле, там, пару часов, да, очень качественно проработать абсолютно всю вашу мускулатуру. То есть полтора часа на лошади, и у вас болит все. И вы узнаете, что у вас есть очень много новых мышц. Такая же история, если нет возможности заниматься, ну, там, ездить верхом, складером. Та же самая история, плюс гибкость. Лучше всех вот эти два вида спорта занимаются, я обоими занимался в свое время, так, более-менее серьезно, и считаю, что да. Ну, в зависимости, конечно, от конституции каждого, но полезные очень виды спорта. Ну, в своих пределах, конечно, просто иконный спорт может быть опасен, если вы это неправильно делаете. И скалолаза не может быть опасна, если вы там полезли не на скалодром, а куда-нибудь на скалы, всегда вот тут, если вы лезете по скалам и без верхней страховки, то, извините, у вас вы всегда можете погибнуть. Как вот в альпинизме, если все выше 5000, это уже опасно. вот такие вот дела. Еще вопросы? Если есть. Ну, если нет вопросов, тогда, опять же, давайте. Более точно сказать о том, что для вас это убежать и бежать. А? Проводить куда-то, убежать и бежать. Да, убежать и бежать. Правила любых восточных единоборств, это вам нужно уметь одновременно и мгновенно напрягаться, и мгновенно расслабляться, иначе вы не потянете всю схватку. Есть такое правило, количество, привод, качество. Может перейти, а может не перейти. Это в зависимости от того, как вы относитесь к тому, что вы делаете в большом количестве. Ну, смотрите, какая история. У меня в этом смысле немножко проще, потому что у меня есть два блога, во-первых, в которые приходят люди и говорят спасибо за то, что мы делаем. Ну, и там, опять же, я получаю отдачу, я, конечно, понимаю, что это все такая формальность, но там по формальным поводам, там, по Новый год, День рождения, все такое, получаю отдачу в соцсетях. За прошлый, когда я на свое 40-летие, которое я был этим летом, получил больше тысячи поздравлений, это было приятно, правда. Вот, вот так вот отдача, естественно. Отдача, ну, я сейчас, то есть, вот тут, конечно, нужно уметь терпеть. Если ты протерпел какое-то достаточно длинное количество времени, да, то тогда вы можете дождаться, да, дождаться своего, того, что вы увидите свой результат. Вот нужно уметь дождаться. Как с вашими врагами, да, то есть, если достаточно долго сидеть у берега реки спокойно, то можно увидеть, как по ней проплывет труп вашего врага. С хорошим та же самая фигня. То есть, вот я 10 лет работал в научно-журналистике, сейчас я вижу, что сейчас, конечно же, интерес к науке в этой стране вырос намного. То же самое, я три года, мы на три года занимались проектом и продвижением здорового образа жизни в нашей стране. Я сейчас реально вижу, что мода на это, на это вещь в стране увеличилась. и я даже вижу какую-то статистику, что по итогам у нас есть минус 30 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Прекрасно. Отдача есть. Вот так. А вы тут сам втором русский продавите? Во-первых, вопрос о деньгах он некорректный. Сколько вы зарабатываете, сколько вы продаете статью. Во-вторых, я все-таки больше получаю зарплату, а не гонорар за статью. Средний гонорар за статью, который пишет, платит в московских изданиях, это от 70 копеек до рубля за один знак. А? Одна буква. А да, одна буква. То есть, большая статья в журнал стоит от 10 до 15 тысяч рублей в среднем. Как монетизировать твой блог? Не знаю, не монетизирую его. Но тут же история такая, что не нужно пытаться получить со всего деньги сразу. У меня монетизация блога и всего остального в другом. Что у меня все работы приходят через соцсети, все заказы приходят через соцсети, через блоги. Поэтому вот так гораздо проще и гораздо выгоднее в итоге. Все? Тогда еще раз напоминаю, что меня можно зафрендить в ВКонтакте, в Фейсбуке, спросить что-нибудь, что несколько стесняйтесь спросить так. или там потом спросить. Или по жизни спросить. Пожалуйста. Не вопрос, спрашивайтесь. Некоторые тоже сделали прошлым вечером и спрашивали тоже. Поэтому всегда рад. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ